И еще вторая проблема, с которой мы сталкиваемся, это, конечно, проблема беспорогового покрытия. Квартиры еще раз хочу сказать, на сегодняшний день большие. Однокомнатные начинаются в 50 метрах. Да еще и студия. Да, да еще и студия, да еще и стены. И я понимаю, конечно, когда цель покрыться, она все и смотрится. Я понимаю, как хорошо. Но как человек, который работает с древесиной достаточно домой, я вам могу точно сказать, что ничего хорошего в этом нет. Опять-таки, это все связано с нашим климатом. Перепады по влажности у нас большие. И когда мы имеем большое пространство, да плюс еще, допустим, какой-нибудь коридор. Вот тут коридор. Тут следом еще комната. Вот тут дверь входная, тут дверь входная. Вот эти вот, и укладываем это все еще по диагонали. Ну, чтобы по себе было. И коридор по себе и смотрится. Диагональная шлафка разбегает немножко стены. Первое, и второй фактор, если у вас вот здесь вот расстояние, допустим, 2,40, а здесь расстояние 2,43, то укладывая по прямой, как обычно, вы в конце концов вот здесь будете видеть вот эту вставочку. То диагональная укладка, она ищет эту проблему. Вы уходите от геометрии. Да и в комнатах тоже, кстати, зачастую, мы когда приходим, и первое, что мы делаем, мы проверяем диагональ. И выясняется, что это вообще как бы не прямой вылик. Это может быть ломбик, это может быть такой вот, как трапеция. А, трапеция вспомнил, трапеция называется. То есть может быть все, что угодно. И здесь любая укладка, она выкатит дефекты. А если стена немножко не ровная, то выкатит дефекты вдвойне. Вот, поэтому в такой ситуации тоже лучше всего, когда вы вкладываете по диагонали, вы уходите от этой проблемой и не виду никаких чертых швов, чертых геометрии. Так вот, я с чего начала. Вот смотрите, видите, расстояние большое. Многие производители говорят о том, что конструктив их замка по доске позволяет укладывать, допустим, 8 метров беспрерывной длины. Вы так смотрите, ага, тут 8 метров укладываемся, можно укладывать. Но дело в том, что если вы покупаете доску у производителя европейского, то 8 метров по европе, с учетом их влажности, демон, 40%, это не 8 метров у нас. У нас не получается. Поэтому на сегодняшний день мы настоятельно советуем и даем гарантию только в том случае, если люди делают все-таки пороги. Про пороги я вам говорила, пороги многие производители делают. Можно сейчас подобрать металлические ламинированные покрытия. Можно яочку другую возьму. Металлические ламинированные, они вытокируют. И тут вот такая штучка есть и такой вот прямоугольный шурупчик, который сюда вставляется, и этот порог просто нахреста не видит. Вы не видите никаких железячек, не цепляются ни с толковой горбины, ничего, не получаете никаких проблем с этим порогом. Замплыл, когда замкнуло металл, и нахрел тоже. Если вы делаете пороговую систему, режете, вы можете укладывать плавающие методы. Если, я не договорю, если у вас запешек пьется, не хочу, ненавижу вы эти пороги, ну он помнит, как эти шурупчики торчали, ну все это помнит, ему это все мне нравится, я хочу без пороговую систему. Значит, хорошо, ну делаем без пороговую систему, и даже даем гарантию, но только при использовании клейки. Если мы кладем вот это все на клей, то тогда беспороговая система работает. Там тоже видно бесконечно, вы уверены, что там какое-то расстояние, что-то клеит. Ну, в общем-то здесь масштабы такие, что... Если это не дворец, для большинства квартир это нормально? Для большинства квартир за глаза хватает, кроме того, вот в прошлом году мы делали филкабельный офис, в деме который открыл Ильданов Зоуч. И там у него зал соседания 120 метров, зал его порядка тоже 90 метров, там никаких проблем не было. Но приклеивали, все приклеивали.